МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помощь бизнесу на государственном уровне, как в Нинецком округе, реализуется национальный проект малое и среднее предпринимательства, узнаем прямо сейчас. Сегодня в гостях программа «Актуальное интервью» руководитель туристического агентства «Открытие» Ирина Мартынова. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас в студии. Ирина, вы у нас один из самых успешных молодых предпринимателей в округе. Расскажите, с чего начался ваш бизнес? Я хочу сказать, что я родилась и выросла в Наринмаре и уехала учиться в Санкт-Петербург. Там, естественно, я еще работала. И в какой-то момент поняла, что хочу вернуться в Наринмар и попробовать бизнес дома, потому что там мы с друзьями открыли небольшое тоже, скажем так, предприятие. И я решила, что надо попробовать, с учетом, что у меня было образование по стратегическому менеджменту, второе образование получала по туризму. Скажем так, один плюс один сошлось, и я приняла решение попробовать турагентство открыть на Наринмаре. Это был старт. Трудно было начинать? Начинать было трудно, но у меня была колоссальная поддержка. Спасибо большое, конечно, моим родителям, моей семье, брату, с которого я также брала пример. Они всегда меня поддерживали. И такой, помню, вклад, там первое мое рабочее место, даже стул покупал мне папа, потому что на этом денежные средства мои закончились. И по чуть-чуть, по чуть-чуть вот эта вера, поддержка, помощь, они, конечно, помогли. В дальнейшем уже помощь мы получали от Центра развития бизнеса. Это, конечно, колоссальная была поддержка в плане информации и обучения. Для нас это было важно, как для меня тогда, а потом для менеджеров, которые сейчас у меня работают. Своего первого покупателя. Помните клиента? Да, я помню. Это наши, скажем так, самые любимые туристы, потому что они по сей день с нами, доверяют нам свой отпуск. Я видела, как выросли их дети. И я помню, что я когда выбивала первый чек, у меня так тряслись руки, что я не могла его оторвать, и на следующий день принесла им его на работу. То есть это было до того волнительно, и, конечно, очень приятно. Спасибо еще раз им большое, что они не испугались, пришли в молодое достаточно такое агентство, и доверили свой отпуск к нам. В прошлом году вы вошли в топ-10 турагентства «Россия». Как добились таких успехов, и что вообще дает вот этот топ? Я думаю, что такой успех дает, естественно, работа. Работа над собой, работа с коллективом, работа самого коллектива. Потому что если сидеть и ничего не делать, ничего не произойдет. Естественно, как у предпринимателя у меня часто опускались руки, тем более мы открылись в такой кризисный год для туризма. Это в 2012 году мы пережили кризис 2014 года. Кризис 2018 мы тоже пережили, когда рушились крупные туроператорские компании. Я всегда считаю, что это должен быть труд, должен быть силы. И опять же вернусь к тому, что поддержка. Поддержка как семьи, команды и окружающих, и тех людей, тех туристов, которые нам доверяют. Потому что это все члены тоже нашей такой туристической семьи, которые всегда в трудные минуты придут на помощь. А как предпринимателям живется в Ненинском округе? Есть ли поддержка со стороны окруженных властей? Мы вот неоднократно обращались в Центр развития бизнеса. Больше за поддержкой информационной. Например, сейчас, когда поменяли постановление П-16 по возврату денежных средств, компенсации дороги до места отдыха, у нас были немножечко недопонимания. Мы пришли к уполномоченным по правам предпринимателей, спросили у него, как нам поступать, как правильно делать справки. Тут же параллельно я спрашивала у ребят, которые работают в этом здании, скажем так, что у нас были вопросы по стратегии, у нас были вопросы по открытию сайта, который мы недавно запустили. И вот эта помощь для нас больше информационная. Финансовую помощь мы, честно скажу, никогда не просили, потому что туристический бизнес, как турагентство, он не требует сильно таких финансовых вложений. Да. Но я всегда знаю, что вот две минуты мне перебежать к ребятам, и они всегда нас поддерживают. Даже просто зайдут в гости, спросят, как дела, это уже приятно. Конечно. Знаю, что вы посещаете тренинги, организованные как раз Центром развития бизнеса. Вот они нужные? Какая-то информация полезная есть от них? Конечно. Для меня было большим, таким мощным даже двигателем к наведению порядков в моих финансах. Это когда был бизнес-завод, да, там комплексно три дня, по-моему, нас учили, и каждый нашел что-то для себя. Потом я ходила на обучение по... вообще упаковать свой бизнес, как его двигать в интернете. Мы долго думали, зачем Дорин Марио, например, сайт турагентства, все-таки его сейчас сделали, и как раз благодаря тем тренингам, которые довели до нас информацию, что надо выходить из зоны комфорта и работать не только на этом рынке, но и на рынке России. То есть тренинги все совершенно разные. Я считаю, и действующие предприниматели, и те, кто только думает об этом, они могут сходить и найти что-то для себя. Главное — понять, что они хотят. И я также знаю, что можно всегда подойти в Центр развития бизнеса и сказать, что вы хотите. Также они каждое мероприятие проводят опрос письменно, анонимно можно написать, что именно вы хотите узнать, какого спикера, может, конкретно вы хотите услышать. И чаще всего привозят именно тех людей, которые больше нужны нашим предпринимателям. В сентябре вы приняли участие в конференции, ТБГ правильно называется, где выступали асы туристических агентств. Расскажите подробнее. Это, я считаю, один из наших вообще больших успехов, помимо того рейтинга, в который мы попали, что мы вообще вошли в эту сеть. Эта сеть, примерно там 130 агентств России, это самое крупное агентство, именно по объемам и по качеству работы. То есть чтобы туда попасть, несколько туроператоров писали нам рекомендательные письма, нам звонили, делали контрольные закупки. То есть проверка была со всех совершенно сторон, потому что туда входят турагенты и туроператоры. Это именно та площадка, где ведется диалог. То есть я могу подойти к заместителю директора, например, компании «Анекс Тур», которая уже у всех на слуху, и сказать, вот, мне там не нравится, как вот вы это делаете, давайте подумаем. Да, и вместе мы садимся и думаем. Это именно те люди, которые думают о будущем именно отрасли. И для меня, как жительница Миринмара, скажем так, небольшого города, очень приятно представлять наш город и округ в этом кругу. И на этой конференции, на последней, мы обсуждали про то, как туристы уходят бронировать в онлайн больше и попадают на мошенников. В этом году мы наблюдали в течение лета, каждую неделю в России закрывалось одно турагентство, и люди оставались и без отпуска, и без денег. Потому что очень часто туристы не думают о правилах каких-то безопасностей, потому что они занимаются своей работой, они специалисты в том, что они делают. И я поддержала ту идею и высказала ее, что надо, чтобы турагенты из каждой социальной сети лично рассказывали, на что турист должен обратить внимание при оформлении договора, что обязательно сейчас должен быть кассовый чек, с 1 июля онлайн-кассы должны стоять. Даже если вы дистанционно что-то покупаете, там не переводите деньги на карточку, не пойми кому. Вот это сейчас в России очень большая проблема именно информативности туристов. А есть сайты ведь двойники, да, не отличишь. Есть, да, у нас был такой момент, что мне подруга из Санкт-Петербурга говорит, Ирина, смотри, вот есть сайт Аннекс Тура, и спрашивает у меня подруга, можно ли там бронировать. Там была разница в одну букву. Мы распознали, что это сайт не туроператора, тем, что там были отели, скажем так, которые являются уникальными у другого туроператора. На сайте не было отметки, что туроператор состоит в реестре туроператоров. Она всегда внизу, где-то наверху сайта, она есть. То есть вот такие мелочи, которые обыватель просто не заметит, к сожалению. Это вот так же надо быть максимально внимательным, потому что это, я считаю, очень важно. А много турагентств приняли участие в конференции? В конференции в сеть ТБГ входит еще сеть горячие туры. Может, это более распространенно, их уже побольше. И в сумме в этот раз нас было 250 человек. Вместе с Яной Муром, это заместительный директор Аннекс Тур, был представитель туроператора Артур, Муза Ниндис Тревел, Ван Тач Тревел. То есть это достаточно большой такой туристический сегмент. И переводится, расшифровывается, это туристический бренд городов. Туристический бренд городов, да. Это больше такой еще момент нашего обучения. Мы там учимся. Например, в том году ездила в Королевство Бахрей. Нас приглашали именно, скажем так, страна. Мы смотрели страну. Потому что есть, например, рекламные туры, когда в основном менеджеры едут, смотрят отели, чтобы сказать конкретно, какой песочек на пляже, какие лежаки, какие-то тонкости момента. А именно туристические бренды городов, они предлагают посмотреть страну и пройти обучение. Сейчас, например, была у них поездка, я знаю, в Арабские Эмираты. Они полдня смотрели отели, а полдня представителями туристической школы, тоже при сети, обсуждали, к кому туристу это подойдет, как грамотно это презентовать, то есть как работать уже именно с туристом. То есть плюс мы общаемся, конечно, с коллегами. У нас очень много онлайн-общения. У нас нет такого, что мы прям соревнуемся, и такие враги-враги. Нет, мои друзья, несмотря на возраст, несмотря кто где находится. Это такая большая семья, которая помогает. Да, и, конечно, это очень большая поддержка наших туристов. Конечно, с каждой заявкой стоит, что мы сеть. Наши вопросы решаются максимально быстро. Плюс это огромная юридическая поддержка. Когда закрыли прямой перелет в Грузию, у нас были туда заявки. И один туроператор, достаточно крупный, сказал, да, ребят, аннулируйте заявку по условиям договора. В договоре с туроператором не прописано, что может такое произойти. Это не отнести к форс-мажору. Получалось так, что наш турист терял денежные средства в стопроцентном размере. Мы обратились в юридическую помощь нашей сети, объяснили ситуацию. Через день вопрос был полностью решен, денежные средства туристу вернулись. Вот это преимущество, которое мы получаем, получает наш турист. Ваша фирма предоставляет уникальный продукт туристический, да, поездки групповые в страны Грузию и Армению. Расскажите о них подробнее. Пользуются ли они спросом у жителей Нениского округа? Это, да, наш уникальный продукт, который родился в этом году. Мы ездили в марте уже в Грузию. Эти группы вожу я самостоятельно. Самое интересное, опять же, ездит моя семья. То есть моя мама была в помощь. Сейчас даже папа к нам присоединяется. Началось с того, что приходило очень много женщин, мужчин достаточно высокого возраста, которые хотят посетить эти страны, но по каким-то причинам боятся. Боятся ехать одни. И мы решили их объяснить, но не говорить такие прям жесткие рамки возрастные. Мы делаем программы удобные, как и для детей и для взрослых, что переезды были небольшие, интересные. И чтобы люди сильно не уставали, при этом смотрели все. Мы улетаем уже в Армению, кстати, в эту субботу. В воскресенье мы будем уже в Ереване. И на неделю, то есть в субботу мы вылетаем из Еревана, в воскресенье все могут уже приехать домой, в понедельник выйти на работу. Мы выбираем такие направления, потому что они недорогие на сегодняшний момент. И поездка может быть очень такой небольшой, скажем так, для семейного бюджета. Поэтому на последнюю неделю апреля следующего года, на майские праздники, мы уже бронируем Узбекистан. У нас уже есть шикарная программа. И я всех призываю к нам присоединиться. Группу мы набираем 10-12 человек, чтобы было всем комфортно и удобно. Ирина, а дорогой это отдых или нет? На какой кошелек рассчитан? Вот у нас поездка в Армению, включает проживание в отеле, питание, завтраки, все экскурсии. Именно в нашей компании мы никуда не присоединяемся. Но стоит 25 тысяч рублей. Перелет из Москвы до Еревана туда-обратно занимает 10 тысяч рублей. Я считаю, это достаточно недорого. Из Наринмара до Москвы тут уже, если это льготные, можно до 5 тысяч рублей приобрести билет, либо заранее его купить. Почему мы презентуем апрель уже сейчас? Чтобы люди успели приобрести билеты. И Армения, она сама по себе недорогая страна. То есть мы берем в расчете на человека 7 тысяч рублей на питание на неделю, потому что там действительно очень приятные цены, большой выбор фруктов, овощей и мяса. И по нашим подсчетам, вся поездка должна обойтись человеку в 55 тысяч рублей. Это вот выйти в Наринмаре за порог и вернуться. Я считаю, это прям вполне недорого. Как русским там относятся? Хорошие отношения? Что в Армении, что в Грузии, скажу, бывало там неоднократно, там очень любят русских туристов, потому что они понимают, что политика это политика, а турист это турист, турист это их гость. Вообще менталитеты этих стран, они очень гостеприимные. Они всегда готовы накормить, напоить, обнять, я не знаю, помочь, даже в тех моментах, когда ты не просишь помощи. И плюс они говорят на русском языке. Это также комфортно для нашего туриста. Грузия все больше набирает обороты, да, среди вот россиян. Почему? Там инфраструктура хорошая, да? Там, скажем так, есть что посмотреть. Там и история, и культура, и невероятные такие места, как Варзия. Представляете, город, в скале 13 этажей, церкви, переходы, колодцы, все продумано. То есть мы не говорим еще про церкви, да, сколько их там. У нас с ними одно вероисповедание. Это тоже очень интересно. Оно чуть-чуть различается именно в внутренней обстановке церквей. Но нет такого прям сильного различия. И, конечно, это еще больше интерес к тому, что это, опять же, недорого. Отзывы у тех, кто уже съездил хорошие, хотят вернуться еще раз? Я думаю, в Грузию вернутся они уже самостоятельно. Но были у нас такие отзывы, что, Ирина, мы с вами на край земли, куда угодно всегда поедем. У нас была невероятная какая-то компания. У нас были и дети 12 лет, и спортсмены. И вот я сама была. То есть у нас совершенно разная возрастная категория. Мы все так сплотились. Мы попадали в не самые приятные ситуации. В самом начале, например, самолет из Наринвара, в Санкт-Петербург вылетел с задержкой два дня. Но мы успели в Грузию, все было в порядке. Но все друг друга поддерживали. И отзывы, конечно, хорошие, не только благодаря экскурсионной программе тех людей, которые нас встречали в Грузии, а именно той команде, которая у нас собралась. Это очень ценно. Впереди у нас жаркая зимняя пора, сезон отпусков, новогодних каникул. Куда все-таки едут большинство наших жителей региона? Если говорить про зимнее направление, все в основном хотят, конечно, погреться, к морю поближе, зелени увидеть побольше, фруктов поесть. И в основном это там, где тепло. То есть все, что ближе к экватору, Таиланд, Доминикана, Куба, Мексика, Арабские Эмираты. В принципе, уже открыто раннее бронирование на лето, и многие уже смотрят Турцию. Но хочу сказать, что в Турции, на удивление, даже сегодня тепло, там плюс 33 градуса. Сами турки удивлены, почему у них такая осень. И очень много отелей предлагают по прекрасным ценам даже сейчас отдохнуть в Турции. Но мы продвигаем ту историю, что в Турции можно ездить и зимой, и весной. Там замечательная погода, очень много. Хорошая отель. Да, бассейн с подогревом, есть с морской водой, шоппинг, экскурсия. То есть уже нет такого сильного деления именно по погоде. То есть можно отдыхать, в принципе, везде. Новогодний отдых, он уже дорогой, да, сравнительно. А когда нужно бронировать, чтобы сэкономить? За сколько? Есть, что заранее, в июне, в июле, когда вы уже на пляже, прекрасно отдыхаете в своем долгожданном отпуске, задуматься над тем, куда вы поедете в следующий раз на Новый год, и начинаете планировать. Потому что по регулярным рейсам билеты можно купить заранее, можно купить на какие-то бонусные баллы. Если вы хотите съездить на достаточно долгий период, не только на неделю, может быть, на две, где-то в той же Армении, Грузии, может быть, есть смысл снять квартиру тоже заранее. Все, вот мы планируем всегда Новый год в мае, в июне. Если даже мы никуда не едем, мы принимаем это решение сами тоже в мае, в июне, что мы сидим в этом году дома. А в Россию едут отдыхать и куда? Едут, конечно. И если мы говорим про побережье, это, конечно, Краснодарский край, Крым. Но набирает оборот еще и интересные такие экскурсионные туры. Конечно, всегда актуально Золотое кольцо. В этом году у нас был спрос на детские лагеря. Такие лагеря, как Йоккамп в Красной Поляне, либо Сириус. Также ребенка можно туда отправить. Многие родители спрашивали и с этими вопросами там подсказали. По уровню хорошего лагеря, да, в Сириус? Да, да. Вот, например, Йокамп – это англоязычный лагерь. То есть это... Детьми занимаются постоянно, говорят на английском языке. То есть ребенок еще учится. Сириус – это тоже, да, больше лагерь с обучением. Также можно отправить в лагерь и за рубеж, потому что выбор сейчас очень большой. Индивидуальные туры есть? Ну, какой-то эксклюзивный тур в вашей практике? Мы собираем индивидуальные программы по любым совершенно направлениям. Но в этом году у меня такая действительно большая любовь к Армении. Я сама умудрилась туда съездить три раза. И мы подбираем, например, последний у нас тур был в Армению на Новый год. Но мы убрали все экскурсии, которые уже идут в тех предложениях, которые есть у туроператора, и создали свой уникальный маршрут, что будет интересно именно нашему туристу. И туроператор пошел навстречу, сказал, да, ребят, без проблем. То есть у нас был интересный до этого тур также в Армении. Мы отправили клуб скандинавской ходьбы на Ринмара, да. И у них был запрос не только посмотреть, но и заняться спортом. Нам сделали шикарного гида, который был горник сам по себе. Он провел команду по удивительным местам. Он сам еще историк, все рассказал, подготовил. И наша команда вернулась просто насыщенно эмоциями, вдохновляются на новые подвиги и даже планирует подняться на Арарат. То есть мы делаем и не только в Армении, да, естественно, но и в других странах с удовольствием любую программу, которая захочет туристить. Как часто набираете такие туры? Вот сколько раз в год или по мере накопления людей? Это у нас только вторая поездка. Мы планируем так и держаться 2-3 раза в год. Стараемся сейчас делать заранее, чтобы люди могли внести свой график отпусков. Чтобы это был такой маленький глоток воздуха в обычной жизни. И будем, да, смотреть весну-осень такие направления. Вы сказали, что создали свою уникальную экскурсионную программу. Что удалось посмотреть? Чтобы сейчас послушали наши телезрители, тоже захотелось к вам присоединиться. В Армении. В Армении, да. В Армении, естественно, это мое место силы. Это Гарни Герард. Представляете, это два храма. Один находится наполовину в скале, а другой — это языческий храм. То есть то, что мы думаем, что стоит в Древней Греции, стоит в Армении. То есть вот колонны на краю ущелья. Это что-то невероятное. Зимой и летом увидеть это вживую. Конечно, это озеро Сиван. Это Ачмиадзин. То есть это вот для меня, я знаю, что это, но мне сложно вот так вот передать человеку, который ещё это не видел. Ну и сам Ереван — это невероятная джаз, культура, опера, балет. То есть даже в самом городе можно составить невероятную программу, которая зацепит каждого. Что стоит поход на рынок? Я ни разу не дошла до конца рынка, потому что начинают кормить. На входе уже сразу. Никто не обязывает что-то покупать. И в первой части рынка в основном сухофрукты, а дальше сыры. Вот до сыров я ещё не дошла. У меня сейчас цель — зайти с другой стороны рынка, чтобы... Вот почему дешёвый тур? Да. Можно на завтрак и на ужин туда ходить, да? Конечно. Это тоже как вариант, потому что там сухофрукты, орехи, сыры, мясо. Каждый человек может найти что-то уникальное. Есть что-то такое, можно найти в каждой стране. Главное, чтобы турист, он понимал, что он хочет. Я считаю, что путешествие, оно должно быть осмысленное, чтобы обратно турист приехал домой и сказал, вау, я получил то, что я хотел. На синий каникулы едут ли наши жители в Великий Устюг на родину Дедушки Мороза? У нас пока, честно скажу, запросов на Великий Устюг нет, но с некоторыми туристами мы это обсуждаем. Многие ездят сами на машине, потому что это доступно зимой, и это такое ещё дополнительное приключение. Больше зимой спрос, конечно, туда, где потеплее. Всё-таки глоток, хочется свежего воздуха. У нас есть уже брони в Турцию, есть брони в Краснодарский край, потому что отели, например, сети Алиан Фэмили делают невероятную программу и на Новый год для детей, и, например, на осенние каникулы там сейчас идёт... Это в Турции, получается? Нет, это уже Краснодарский край. А, в Краснодарске. Да, мы говорим, уже перешли на Сочи. Например, на осенние каникулы они сделали программу, что с детьми, которые туда приедут, они будут проводить различные мастер-классы по эстрадному вокалу, по театральным каким-то таким нюансам, и в конце каникул будет поставлен спектакль с детьми на английском языке. То есть будут ещё и на английском языке с детьми заниматься. То есть помимо отдыха родители и дети получают ещё дополнительные... Это на осенние или на зимние каникулы? В каждом отеле тоже есть своя программа, рассчитанная на детей, притом на разные возрастные группы. Россия очень сильно двигается вперёд на то, чтобы дети получали дополнительные какие-то навыки во время отдыха. Бытует мнение, что в России намного дороже отдохнуть, чем за границей. Так ли это на самом деле, Ирина? Я считаю, что нет. Это тоже... Очень много факторов на это влияет. Можно заранее забронировать тур. Действительно, цены меняются. Даже в течение недели у нас один отель подорожал ровно в два раза. Но те, кто её купили по первой цене, были очень довольны. То есть зависит от того, пойдёте ли вы по магазинам во время отпуска. Это тоже бюджет. Эти нюансы можно собрать в кучу, посмотреть всегда и принять решение. Это всё достаточно индивидуально. А средняя стоимость вот такого фамилии тура, о котором мы рассказывали на зимние каникулы, ребёнок и один из родителей, сколько примерно обойдётся туристу? Если смотреть без перелёта, это от 60 тысяч рублей. С пятиразовым питанием по системе всё включено, пользование бассейнами, может быть, какими-то дополнительными уже спа-процедурами. Это родители ребёнок, да? Да. То есть это вполне, я считаю, доступно. И также это всё есть по раннему бронированию всегда. На лето уже тоже раннее бронирование активно действует? Идёт, и я видела пару отелей в Турции, которые уже просто нет мест на 2020 год. На 1 августа мы смотрели, я была удивлена, что такие фанаты, видать, ждали. И по поводу ещё хотела добавить экономии. Зимой, например, у нас в России действует акция «Открытый юг», когда отели, санатории Краснодарского края предлагают своё размещение и лечение намного дешевле, чем летом. Притом это действует по 30 мая, где-то по 15 июня. То есть можно захватить уже море и солнце. Акция «Доступный юг» распространяется ещё и на Крым. То есть в зиму мы работаем по этому сегменту, а летом, конечно, по раннему бронированию уже... Это самое оптимальное, потому что не обязательно платить сразу всё. Можно оплачивать частями, чтобы не было большого удара по семейному бюджету. По крайней мере, многие туроператоры предлагают, если будет какое-то сильное изменение в цене, и ваш тур вдруг станет дешевле, просто его пересчитать по меньшей стоимости. Эта услуга предлагается последние два года, и у нас не было ни одной заявки, которую мы пересчитывали бы в меньшую стоимость. «Открытый юг» — это те, кто поедет до марта отдыхать? До 1 июня. До 1 июня. До 1 июня, да. А меньшую стоимость на сколько в процентах примерно? Практически 70%. То есть если ночь одна в гостинице, в санатории стоила 7 тысяч рублей, то сейчас это там 1900. Это большая разница. У нас есть также люди, которые уже это знают и ждут цены на этот год, и уже знают это. Многие на каникулы детские ездят с удовольствием. Я в марте и в январе. Я прям и родители своих стараюсь каждый раз, но они немножечко сопротивляются. Говорят, давайте, давайте. Это здорово. А отзывы какие? Хорошие? Кто ездил уже? Да, да. Потому что санаторий работает, несмотря что цена ниже, они работают все по тем же стандартам, тоже качеству. И при том, это санатории такие, как Южное взморье, Заполярье, достаточно высокого уровня, он сильно, скажем так, не уменьшается. Есть какие-то дополнительные услуги, как всегда, можно взять, оплатить на месте. Потому что это, я как понимаю, субсидируется нашим государством. Санаторий ничего не теряет при этом. На самом деле здорово. Если мы говорим об отдыхе в пользу России, то какой это отдых? Семейный, активный, культурный или молодежный? Я считаю, что тут просто вот насколько хватит фантазии. С детьми мы едем в детские, да, тот же Allian Family концепция, где есть детский городок, где ребенок еще и обучается. Во многих отелях сделали еще, знаете, города профессии. Притом там такой нюанс, что ребенок ходит не два часа, например, целый день он работает в банке, ему дают сертификат, чтобы он все прочувствовал. Есть детские клубы не с четырех лет, а с годика, то есть отдельно маленькие такие. Если вы хотите такого движения, скажем так, молодежного, это гонки Формулы-1, это же не просто машинки поездили, это же еще три дня фестиваль на целой Сочи. Также фестивали проходят и в Красной Поляне, также это горнолыжная, да, вся история. Вот мы уже про молодежь поговорили. То есть на любой вкус все есть совершенно всегда. Если вы хотите экстримы, конечно, давайте в Алтай, идем в горы, либо берем велосипеды, у нас какая-то поездка на велосипедах, там три дня мы едем, живем в палатках. Вот сейчас туризм, он разве до такой степени, что уже инфраструктура подстраивается под запросы туристов, а не наоборот. Ирина, у вас очень интересный бизнес, да? Наверняка часто приходится выезжать сначала на место, да, посмотреть, уже потом рекомендовать вашим туристам. А вот считала, сколько уже стран удалось посетить? У нас, да, очень в туризме так модно сейчас. Я был в 35 странах, я так сидела, я каждый раз считаю, каждый раз биваюсь, но у меня порядка их 18, потому что есть у меня свойство куда-то возвращаться. В этом году у меня был такой, наверное, просто... Когда был Новый год, знаете, все говорят, как Новый год встречу такую проведешь, я была дома, я вот бьют курант и думаю, в этом году я вот точно никуда не поеду, что я хочу побольше уделить временем развитию именно офиса. Я езжу стабильно раз в два месяца, даже каждый месяц. То есть мы в сентябре, вот в конце сентября вернулись, сейчас я уже собираю вещи ехать дальше, и в моем списке плюс три страны. Вот, то есть совершенно все не предугадать, но да, это большой плюс нашей работы, но мы еще делаем ставку и на наших менеджеров, которые у нас работают. Например, Александра в этом году у нас посетила Кубу, смотрела именно отели, страну, мне кажется, она ее объехала вдоль и поперек, еще и на соседние острова заехала. В том году это был Кипр, это была Турция, то есть должны летать не только руководители, владельцы бизнеса, а именно еще и сотрудники, чтобы быть компетентными в этих вопросах. Конечно, что можете сказать о Кубе? Любят тоже, знаю, что наринмарцы, и жители округа туда есть. Да, очень сейчас действительно хорошие цены, есть спрос на это направление, потому что это изумительной красоты вода, невероятно белый песочек на пляже. И многие приходят с таким, знаете, ностальгическим туризмом, я это называю, что ой, советское время, мы что-то денежки отправляли, давайте посмотрим, как оно там. Больше у всех такое представление про Кубе очень интересное. Я считаю, туда надо съездить, но понимать, куда мы едем, потому что новые отели, да, строятся, но многие отели были построены в 60-х годах. И самое любимое слово кубинцев – это «завтра». То есть все, что ты их не попросишь, они такие «все хорошо завтра». А потом завтра наступает завтра, и они достаточно медленные, то есть это надо тоже учесть. Нашим все равно нравится, они едут, да? Да, с удовольствием. Возвращаются, я скажу, на Кубу, очень многие туристы у нас. Ирина, а что можете пожелать молодым людям, которые тоже хотят открыть свой бизнес, но пока не решаются? Я, конечно, всегда советую быть на одной волне с предпринимателями. Как сейчас это актуально? Может быть, найти себе наставника, даже в Наринмаре, который даст какие-то советы и будет помогать. Это постоянно проходить обучение. Например, у меня есть такое правило, что, ну, условно оно мое, что в отпуске я читаю все, что угодно, когда я не в отпуске, я читаю только бизнес-литературу. Я читаю и делаю. И, конечно, большой бонус – это центр развития бизнеса, да, то есть то, что в этом помещении, здании находится просто все, что может вам помочь. Ребята всегда подскажут, в какую сторону лучше двигаться, помогут рассчитать бизнес-план. У меня был такой момент, я к ним прибежала вообще вся в мыле, сказала, ребята, я хочу новый бизнес, что делать? Они так посмотрели, говорят, сделай это, сделай это. Вот есть номера телефона, где можно взять помещение в аренду. То есть за 20 минут у меня все карты были на руках. Вот инструкция, что и как делать. То есть всегда можно к ним обратиться за помощью. Я считаю, что не надо бояться что-то спрашивать. Ирина, спасибо большое за сегодняшнюю встречу, за интересный рассказ. Я прям виртуально побывала в нескольких странах мира все это за полчаса. Спасибо. Приходите к нам еще с вами. Очень интересно общаться. Спасибо вам большое, что пригласили. Это очень приятно. До свидания. До свидания. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была руководитель туристического агентства «Открытие» Ирина Мартынова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»